Всем тыквенный привет! Привет, с вами Dream. Ну что ж, ребятки, настал тот день и вышло обновление 1.4 на официальном европейском бета-тесте. И туда завезли Годзиллу. Да, ребятки, он будет не только на китайской версии. Я просто очень-очень-очень рад этой новости. Также, помимо Годзиллы, ребятки, нам еще завезли новый режимчик, именно новый TDM режим. Ну, в принципе, я его показывал ранее. Завезли новый транспорт, и если вы видите этот транспорт со стеклами, ребятки. А также завезли новых питомцев. В общем, ребят, очень интересное обновление. Это просто лучший подарок на мой день рождения. Кстати, сегодня мой день рождения. Мне исполнилось 32. Да, я старый. И прямо сейчас мы с вами рассмотрим детально все обновление. Но для начала, конечно же, хотел бы всех вас поблагодарить за ваши поздравления. Вчера на стриме вы вместе с вами встречали мой день рождения. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо за поздравления. Спасибо за поддержку. Вы просто самые лучшие. Благодаря именно вашей подписке мы медленно, но уверенно движемся к цели в 300 тысяч бойцов до лета. Поэтому, если вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. И тогда нам завезут стекла на все транспорты, а не только на новые. Окей, это шутки, конечно. Всем спасибо, ребятки, за поддержку, за поздравления. Ну, а мы погнали. И первое, что я хочу вам показать, ребятки, это, конечно же, нововведения в лобби. Во-первых, у нас обновили достижения. Теперь они выглядят вот таким вот образом, ребятки. Вот они. Добавили еще новые миссии. Об этом поговорим позже. Но, ребят, перед тем, как мы с вами перейдем к Годзилле, потому что я жду не дождусь, я все-таки хочу вам показать именно тех самых новых питомцев. И да, кстати, узнал я о них именно благодаря бойцам с моего телеграм-канала. Ссылочка есть в описании. Потому что мы там уже с самого утра качали бета-тест, разбирались, что нового добавили. Ну, и, конечно же, мы нашли вот этих вот, ребятки, милашек. Посмотрите на эту Годзиллу. Как? Ну, это же просто бомба. Это супер-мега круто. Да, кстати, есть и Конг, ребятки. Но сначала давайте рассмотрим все эмоции Годзиллы. Вы просто посмотрите на это. Ну, как они додумались на это. Это супер-круто. Ну, согласитесь, выглядит, ну, очень няшно. Посмотрите на эту маленькую Годзиллу. Не, ну, это просто угар. Так, первая эмоция. Окей, типа пламени нету, да? Хорошо. Идем дальше. А, вон, название есть, да. Ошибочка, я понял. Так, это в небо. Окей, следующее. Окей, это когда убивает она врага. Серьезно? Я вот с этой буду гонять. Я с этой эмоцией буду гонять. Это прикольно. Так. Это тоже прикольно. Просто посмотрите на эту милашку. Не, ну, выглядит он супер-гарно. Я не знаю, как можно будет его заполучить, но я его очень сильно хочу. Но он выглядит просто. Посмотрите на него, ребят. Очень крутой. Не, ну, это просто бомба. Красивый, красивый. Вопросов нет. Красивый. А, это ходьба, да? То есть, как он будет ходить рядом. Ага. Понятно. Прикольно. Так, а рядом с персонажем? Рядом с персонажем. Мне интересно, как он будет именно выглядеть. Ну-ка. Ага. Ну, не, ну, прикольно. Выглядит прикольно. То есть, мы бежим, и он рядом будет бегать. Не, ну, все. Как бы, орел идет отдыхать, как говорится. Потому что у нас маленький Годзилла на подходе. Просто посмотрите на него. Он еще на плечо залазит? Серьезно? Прикольно. Не, ну, я уже хочу побыстрее, ребятки. Посмотрите на это. Не, выглядит очень угарно. Прикольно, прикольно. Додумались прикольно. Сделали круто. Разрабы молодцы. Такого на китайской версии, ребятки, мы с вами не видели. Так что, это сюрприз для нас. Но, как я уже сказал, ребятки, есть и Конг. Вот он. Только посмотрите на эту милашку. Просто какой-то мультяшный Конг. Не, он выглядит прикольно. Это маленькая обезьянка такая. В принципе, реалистично. Вот, с другой стороны, ребятки. Ладно, Годзилла, это понятно. А вот маленькая обезьянка, в принципе, реалистично. Он играет с самолетиком. Серьезно. Как они додумались вообще до этих эмоций? Да, конечно. Психанул, психанул. Понятно. Это он играл с игрушками. Вот название мы видим. Хорошо. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас там. А, ну это понятно. Это клич зверя. Кстати, его, к сожалению, еще не завезли, ребятки, на карту Санук. Так что ждем, ждем обновления. Конечно же, обязательно посмотрим. Так. Окей. Здесь у нас он что-то пропал. Окей. Здесь какая-то эмоция глючи, да? Ну-ка, давайте переключимся обратно на Годзиллу. Может быть, это поможет. А, да. Здесь какая-то эмоция просто глючит, ребятки. Ну, вот так он будет, в принципе, выглядеть рядом с вами. Вот так он будет идти. Ну, прикольно. Прикольно. А так он будет бежать. О, бежать. Бегает прикольно. Идет медленно, вот бегает прикольно. А, я опять еще за. Ладно. Ладно. Мы здесь с вами засиделись. Эмоции прикольные. Вопросов нет. Но я думаю, настало время заценить Годзиллу, ребятки. Годзилла в нашей официальной европейской версии. Погнали. Давайте, разработчики. Я надеюсь, будет так же мега эпично круто, как у китайцев. Давай. Я очень сильно хотел это заценить. Почувствовать, увидеть сан... Так. Окей. Опа. А это что такое? На китайской версии такого не было. Что, Годзилла туда придет? А, нет. Вон. Идет. 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 Давай, братик. Давай. Ты должен сейчас закричать. Я знаю это. Давай. Да. Ребят, у меня просто... Просто мурашки по коже. Это выглядит мега круто. Давай. Просто... Просто нет слов. Это бомба. Это... Разработчики вы просто... Это самое лучшее обновление. Серьезно, ребят. Вот такого в PUBG я никогда не ожидал. Окей. Я видел там в китайском PUBG вот эти монстры в самом начале. Помните, да? Где они там по краям острова. И все. Я даже не надеялся, что у нас такое завезут. Но после чего завезли Годзиллу на китайский бета-тест. Я просто очень сильно надеялся и верил в то, что нам его тоже завезут. И вот он, ребята. Вот он в водичке сидит, плескается. Не, ну в принципе логично, да? Потому что он выходит из воды, само собой. И выходит он у нас прямо на берег. В принципе, карта такая же, как и на китайской версии. То есть есть вот эти башни, через которые проходит Годзилла. И он разбивает их хвостом. Посмотрим, кстати, как это выглядит в нашей версии. Также на карте обозначены монстры. Где появятся, где Годзилла будет файтиться с ними. Бля, он кричит. На китайской версии такого не было слышно, ребят. Это бомба. Давайте, давайте заценим Годзиллу. Прямо на него летим. Прямо на братика Годзилла. Надеюсь, я найду тачку и смогу вместе с ним передвигаться. Потому что он, он прям быстро передвигается. Посмотрите. Нет, ребят. Просто, чтобы вы понимали, насколько это эмоционально. Когда в первый раз заходишь. У меня просто мурашки. Вот просто мурашки. Я повторюсь, это лучший подарок на мой день рождения. Серьезно. Каракин завезли. В официальной версии, кстати, да? Если вы вдруг не в курсе. Викенди убрали, как я и говорил. На переработку, да? И завезли на бета-тест Годзиллу. Ну, это просто бомба. Разрабы, вы просто красавчики. Серьезно. Я понимаю, что будет куча новых скинов. Надеюсь, именно новых, не старых, да? Но это вообще не суть важна. Потому что многим это, конечно же, понравится. Мне в том числе. Просто посмотрите на этого огромного. Братик, ты мощный. Ля, а что творит? Не, ну это топ, ребятки. В игре он чувствуется вообще по-другому. Серьезно. Когда смотришь видео, это одно. А когда ты заходишь в игру, это совсем другое, ребят. Так, мне нужна тачка. Какой он огромный. Он просто огромный. Я не думаю, что он таким большим будет. Он просто огромнейший. Просто посмотрите на него. Так, быстро надо найти оружие и тачку, желательно. Это ботик. Ладно, не переживаем тогда. Какой он мощный. Ребят, я до сих пор в шоке, чтобы вы понимали. Я не знаю, как вы, но просто посмотрите на это. Звук прикольный. Именно титан ходит. Ну-ка, ну-ка, что тут будет сейчас? Что? Я знаю этого монстра. Он есть в китайской версии, но он там маленький. А тут он огромный. Посмотрите на него. Правда, он летает немножко, но не важно. Смотрите, как он здоровый. На китайской версии он с ростом, как с человека, чтобы вы понимали. Он просто гигантский. До свидания. Годзилла просто на изи его развалил. Красавчик Годзилла. Лучший просто. О, сейчас он будет эту башню разрушать им на хвостом, как в китайской версии. Давайте быстренько туда добежим, ребятки. Заодно подлутай, смалеха. Просто посмотрите, как сделано красиво. Не, ну это бомба, ребят, честно. Мне это очень сильно зашло. Я прям жду не дождусь уже, как игра добавит в глобальную версию. Зайти катать. И где-то ты слышишь далеко, как орет Годзилла. Ну, скажите, что это не атмосферно. Это супер круто. Вы, конечно, извините меня за мои эмоции, ребятки. Но я очень долго ждал, что все-таки нам его завезут именно, а не только на китайскую версию. Так, вот он поворачивается. Но я так предполагаю, он может раздавить, потому что в китайской версии он мог раздавить именно ногой. А хвостом он меня убьет, интересно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, он меня не убил. Но здание он разрушил. Окей, окей. Так, стоп. В принципе, посмотрите на этого огромного Годзиллу, ребят. Ну, это бомба просто. Так, кто-то ходит. Тут надо быстренько взять оружие. Возможно, это тут ботик. Не, ну... Не, я не знаю, ребят, как описать. Я просто кайфую именно с этого Годзиллы. То, что он бегает у нас по Орангелю. И просто кричит. Конты. Я понял, здесь будет лутик у нас, ребятки. А где бот-то? Бот пострелял и убежал. Я понял. Ладно. Так, погнали дальше смотреть, что будет делать Годзилла. Потому что там у него несколько локал... А что ты на меня повернулся? Красная зона что? Бежим! Бежим! Понимаю. А, и вот ботик. Я понял. Я понял. Так, ребятки. Сейчас я быстренько перезайду. Ребятки, смотрите, что я нашел. Я, кстати, перезашел и нашел вот эту вот красотку. Стекла. Ребят, вы видите стекла? Тут есть стекла. Звук прикольный. А что с управ... А что он не управ... Помните, у нас были забагованные тачки иногда, когда тебя заносило? Вот сейчас такая тема. Ну, наверное, мне повезло снова же. Давай, может, я отремонтирую все, нет? Да. Ну, я знаю, что она топовая. Мне просто, наверное, повезло, ребятки. Просто обнова, чтобы вы понимали, с самого утра вообще даже не открывалась. То есть, ребята скачали обнову. Бета-тест, то есть, не открывался, да? Мы скачали обнову и сидели в Телеграме. Все ждали, когда будет доступ. Там была какая-то ошибка. Поэтому, ребят, повторюсь. Переходите в Телеграм-канал. Там всегда самая свежая информация. Ладно. Погнали к Годзилле. А то он там все разваливает, убивает меня в том числе. Давайте погнали, посмотрим, что он еще может сделать. Ну, ребят, это просто мега эпично. Вы меня извините за мои эмоции. Ну, посмотрите на это. Это бомба. Это PUBG. Это PUBG Mobile. Так, он уже разрушил, я так понимаю, да? Да, да, да. Вон видно, что он там уже разрушил. Ну, на базу мы уже заезжать не будем, конечно же, да? Потому что нас там убили. Так. Ну-ка, покажи, где красная зона. Он опять на меня смотрит. Братик. А, ладно. Я думал, сейчас меня опять убьет. Он опасный, ребят. Он реально опасный. Это не просто вам какой-то макет, который... Хвост. Так, я хочу посмотреть, что с хвостом. Есть коллизия. Есть коллизия, да. Ребят, есть коллизия. Это просто что-то с чем-то. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Да! Не, ну это вообще мега круто. Ребят, это просто бомба. Да дай заправиться. Че ты такой злой. Ну-ка. Так, погнали. Погнали. Давайте посмотрим, что сделает этот братик Годзилла. Конечно, под ноги заезжать я не буду. Потому что я помню, как на китайской версии, там Годзилла просто давил ребят и взрывал на изи. Поэтому, я думаю, давайте попробуем. Опачки, это что было сейчас? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Серьезно? Ребятки, полеты в космос. Пожалуйста, бесплатно. Годзилла Эйр просто. Серьезно, он так может. Ребят, ну, понятно, почему тогда нам позже завезли. Потому что они добавили коллизию. И теперь уже, конечно же, это выглядит, ну, намного эпичнее, намного круче. Это бомба. Ребят, это просто бомба. Давай, убей его. Ну, конечно, то, что он просто исчезает, такое себе. Но, я думаю, они еще подшаманят. Так, я там вижу воздушный шар. Погнали, посмотрим на Годзиллу с воздушного шара, ребята. Потому что это должно быть мега круто. Сейчас это заценим. Ну, и, в принципе, на этом, я думаю, можно уже заканчивать. Потому что весь видос я просто сижу и удивляюсь, насколько крутой Годзилла. Так, давайте быстренько посмотрим. Что-то было. О-о-о, сейчас он будет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вы видите, у него и глаза светятся. Ну, просто проработка. А что с тачкой? Видели, у меня тачка танцевала. Не, и со стороны он выглядит намного круче. И даже трясется все. Вот посмотрите, когда он наступает. Видите, он просто трясется, даже воздушный шар. Не, это просто бомба, ребят. Я хочу быстрее этот режим. Я хочу намного быстрее, чем планируется, чтобы нам завезли этот режим. Я думаю, он будет в честь фильма. Зачем они так поздно его добавили? Опачки, чуть не споткнулся. Опа. Что-то у тебя с коленной чашечкой Годзиллы. Не, 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 не обижайся. Я уже думал поворачиваться ко мне, убивать опять. Не, ну это очень круто. Ладно, в принципе, на Годзиллу мы посмотрели. Завтра должны завести Конго, я предполагаю, или на днях. Меха, осторожно, не падай. Интересно, может упасть? Вот мне прям интересно. Я думаю, это не прописан, но было бы прикольно. Ждем, ребятки, Меха Годзиллу. Ждем Конго, конечно же. В принципе, я сейчас попытаюсь... Опачки. Сейчас будет что-то. Ну-ка, 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 ну-ка. Да. Ну, это просто круто. Я сейчас попытаюсь найти еще одну тачку. Если у меня, конечно же, получится. Чтобы вам показать, темно, как она едет. Именно вдруг это было реально у меня просто забаговано. И в этом вся проблема. Ну, чуть-чуть тут косяк с небом, как вы заметили. У Годзиллы там вывих какой-то. Его заносит немножко. Но так, в принципе, все очень годно. Коллизия это просто бомба. Так, в принципе, отсюда вроде бы можно спрыгнуть, если не ошибаюсь. О, давайте заодно и затестим. Если откисну, ну, откисну. Ну-ка, есть парашютик? Да, есть парашют, ребят. Так что без проблем. Ты чего поворачиваешься? Только не говорите, что красная зона. Беги! Беги! Да нет, нет, ну пожалуйста! Я, конечно, все понимаю. Ну, Годзилла, зачем? Кто так делает? Окей, окей. В общем, умереть от Годзиллы, ребятки, это просто на изи. Просто на раз-два. Хорошо, хорошо. На этом, в принципе, будем заканчивать, ребятки. Также, также у нас есть еще, как я уже говорил, новый ТДМ, ребятки. Но он, к сожалению, не запускается. Но я геймплей уже давно показывал себя на канале. Если вам интересно, можете найти. На этом, в принципе, будем заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, за лайк, за подписочку, ребятки. Конечно же, жду ваше мнение насчет обновления. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Дрим. Всем топ-1. Субтитры сделал DimaTorzok